Годика три назад на нашем канале уже выходил обзор на бюджетный беспроводной микрофон от фирмы Axelvox. Сегодня пополнение этой линейки. Стоит отметить, кстати, что линейка выпускается до сих пор. И в этом ролике я предлагаю сделать обзор на вот такую систему беспроводного ушного мониторинга, которая работает на тех же самых частотах, что и тот же самый радиомикрофон. Друзья, рад приветствовать вас на канале Давай Запишем, здесь мы с вами общаемся на тему про аудио. Прежде всего, давайте разберемся, как именно работает беспроводной мониторинг. Всё очень, на самом деле, похоже на стандартную работу радиокомплекта. Допустим, у нас имеется стандартный радиокомплект, где со стороны артиста выступающего у нас есть бодипак, поясной передатчик, к которому мы можем подключить петличный микрофон, микрофон оголовья или, допустим, гитару или бас с помощью провода с джеком на конце со стороны инструмента. А вот это у нас база, на которую сигнал приходит. В ушном беспроводном мониторинге всё меняется местами. И это у нас передатчик, на который мы с вами получаем сигнал изначально. А это поясной приёмник, к которому артист подключает наушники и может по беспроводу уловить сигнал с пульта. Да, если мы говорим о чем-то бюджетном, и как правило, если вы будете себе брать подобный комплект, то вот эту базу вы будете ставить достаточно близко к микшерному пульту. С микшерного пульта со вспомогательной линейки на выход, так называемый OX, будет уходить мониторный звук, то есть это микс, в который вы будете включать всё то, что исполнитель, вокалист захочет у себя в наушниках слышать. Этот провод с этим самым OX будет подключаться сюда, в один из входов. Сигнал по беспроводу по одной антенне. И заметьте, это очень важная особенность, потому что у беспроводного мониторинга на вот этих приспособлениях, как правило, расположена одна антенна, не как на микрофонах обычных. Всё передаётся вот сюда, на приёмник. Здесь уже, кстати, мы имеем две антенны на поясном приёмнике. И отсюда мы с вами получаем звук, с которым можно работать. Давайте идти по порядку. Я предлагаю вам посмотреть на то, что идёт в комплекте. Прежде всего, то, что вы уже прекрасно видите, это поясной приёмник и передатчик в формате половины рэка. Также у нас есть достаточно большое, я бы даже сказал, изобилие проводов. Это два провода не очень длинных, но всё же форматы TS-TS, то есть с большими моноджеками с двух сторон. И вот такой провод тоже не очень длинный, формата TRS-TRS. Зачем будут использоваться вот эти два провода? Если вы обратите внимание на заднюю часть нашего передатчика, вы увидите сразу же два комбинированных разъёма, ну вроде как лево и право, да, чтобы брать сюда стерео и передавать стереосигналы. Так вот, друзья, я тут спешу вас разочаровать. Вот эта штука работает исключительно с моносигналами. На мой взгляд, это очень большой минус, чуть-чуть попозже. Я постараюсь вам объяснить более подробно, почему, когда мониторинг работает исключительно с моносигналом и не работает со стереосигналом, разнесённым, почему это плохо. Так вот, подключение двух сигналов, например, с двух источников сюда мы можем завести звук с помощью двух проводов. Маленький провод для чего нужен? Здесь есть подключение, подача сигнала на вход и с помощью маленького провода формата, ну вот, как мы видим, jack-jack, стерео-jack-jack, балансный, я бы его назвал, если мы уж с вами о моно говорим. Он может быть полезен, например, чтобы подключить сюда какой-нибудь плеер, телефон и так далее. Если вы подключаете миниатюрное устройство, пожалуйста, допустим, такой комплект можно использовать для передачи фоновой музыки на расстоянии без проводов. Такое иногда бывает необходимо, и, пожалуйста, одно из применений, вот вы можете прекрасно им пользоваться. Ещё что есть в комплекте, и это здорово, в комплекте помимо вот такого чехольчика идут наушники, идут наушники, которые мы сразу же можем использовать. Как правило, комплектные наушники оставляют желать лучшего. Здесь есть крокодильчик, чтобы крепить наушники на себе, на майке, допустим, на вороте, чтобы они никуда не сползали, несколько наборов резинок с разными размерами. Давайте их даже достану, посмотрим на них чуть поближе. Для разных типов ушных каналов, разные резинки, естественно, выбирайте по своим ощущениям. Если нужно побольше, берите побольше, нужно поменьше, доверьтесь вашим чувствам и берите поменьше. По крайней мере, вы поймёте точно, правильную резинку вы подобрали или нет, если она перестанет, наушник перестанет выпадать у вас из уха. Что мы видим здесь? А мы видим достаточно интересную картину. Мы видим тут что-то похожее на такие, знаете, профессиональные заливашки, внутриканальные. Я думаю, вы, если смотрели записи живых выступлений ваших любимых артистов, вы очень часто могли увидеть вот подобные внутриканальные профессиональные наушники. Здесь, естественно, мы имеем только форм-фактор, да и то скопированный достаточно дубовенько, но при этом за кадром эти наушники я послушал вместе с этой системой, и звучат они не так уж и плохо, даже несмотря на то, что здесь один драйвер динамический, не арматурный, и все хай-файщики будут оплевываться. Звучат они вполне себе неплохо, и, в принципе, для сегодняшнего комплекта они работают под стать. Длина провода, кстати, 1,2 метра. В принципе, достаточно длинный провод, его даже хватит, чтобы пропустить под одеждой и, ну знаете, чтобы это все выглядело более-менее опрятно, пропущенная под вашей, например, майкой. Ну да, стоит отметить, что антенна, которую вы сейчас видите, если мы говорим уже об этом устройстве, она также идет в комплекте. В комплекте идет блок питания, который заставит это устройство прекрасно работать от розетки, но разве что мне показалось, что длина провода блока питания тут коротковата. Как же происходит подключение? Давайте по порядку и очень медленно, чтобы все успели. Прежде всего, как вы прекрасно видите, передатчик у нас подключен к розетке. Это важно, экранчик должен гореть. Ну и кнопка включения, естественно, должна быть нажата. Я думаю, это не стоит приговаривать дополнительно. Сюда, на приемник, я уже подкинул пару батарейк формата 2А, чтобы он также работал. Включается все тоже очень просто. За включение отвечает ручка, которая же отвечает за громкость в ваших наушниках. То есть первый щелчок включаем, и далее ручка вращается по часовой против часовой стрелки. С помощью этого вращения мы регулируем уровень громкости в наушниках. Здесь также есть экран, на который выведена частота. Мы можем с вами, кстати, заметить, что база... ну, точнее, я все время путаюсь. База и передатчик у нас сейчас работают на разных частотах. Давайте их синхронизируем. Прежде всего, мы задаем здесь нужную нам частоту с помощью, переключаемых стрелочек вниз и вверх. А затем нам нужно нажать на кнопку Set. Тогда начнет работать синхронизация. Специальным портом, который выведен у нас сюда, нам нужно поднести приемник к порту на передатчике точно такому же, и немножко подержать вплоть до того момента, пока частоты не станут одинаковыми как там, так и там. Давайте попробуем. Ну всё, синхронизация прошла успешно. 712 на 600 мы имеем и там, и там. Оба комплекта синхронны и могут работать друг с другом. Поговорим про разъемы. Здесь, в принципе, всё понятно. Есть лишь один разъем для подключения наушников. Тут, помимо разъемов на вход, есть и несколько разъемов на выход. Это очень интересно. Допустим, спереди у нас имеется разъем для подключения наушников. Можно мониторить, что у вас происходит на радиоканале. Если вы вдруг не имеете доступ к этому устройству или с микшерного пульта не можете прослушать то, что вы отдаете сюда, пожалуйста, в разъем можно подключить наушники. Допустим, на каких-то более дорогих радиокомплектах вот такое наблюдается очень часто. Это может быть действительно полезно. Сзади есть разъем на выход. Я так понимаю, что он создан для каскадирования, допустим, на второй такой же радиокомплект, хотя я не совсем понимаю смысла каскадирования моносигнала того же самого для второго артиста. Ну зачем ему тот же самый сигнал? Ну хочется слушать свой собственный микс, а не такой же звук, который был, ну скажем, у вокалиста, у гитариста или у басиста. И настал как раз-таки тот самый критичный момент, когда я хочу с вами поговорить, почему я так в штыки воспринимаю саму идею ушного мониторинга, который работает моно. Прежде всего, когда вы работаете, вы как артист, как вокалист, допустим, когда вы работаете под стереомикс, у вас есть намного больше каких-то возможностей и пространства для маневра. У вас есть стереообраз, с которым можно играться, ведь согласитесь, что слышать в наушниках стереокартину точно так же, как она у вас расположена на сцене, гитарист в одной стороне, басист в другой стороне и так далее. Том-томы раскинутые по панораме, тарелки, стерео-оверхеды, это здорово, это круто, особенно какие-нибудь клавиши в стерео, широкое стерео, это просто замечательно. Опять же, у звукорежиссера есть намного больше пространства для маневра, потому что та же самая панорама может очень-очень помочь обозначить отдельные инструменты, на которые вы ориентируетесь во время исполнения, это тоже стоит учитывать. Еще одна очень важная особенность стереокомплектов, но она скорее техническая, но я ее считаю чуть ли не настолько же важной, насколько и драматургия, стереосигналы, которые мы с вами получаем, это возможность к одному такому передатчику подключить сразу два приемника. Да, каждый приемник будет работать в моно, также как вот у нас сегодня, например. Но на каждый приемник вы сможете посылать свой собственный, пусть и моно, но все равно свой собственный индивидуальный микс. В каждом индивидуальном миксе вы сможете предусмотреть то, что требуется отдельному каждому определенному музыканту, именно его хотелке. Допустим, у нас работают два вокалиста. Одному вокалисту хочется себя слушать погромче, второму вокалисту лид-вокал вообще не нужен с такой громкостью. Допустим, это бэк-вокалист, он хочет слышать себя любимого, и это очень важно учитывать в мониторинге. Опять же, опять же, если в целом подводить черту и говорить про тихий контроль, это достаточно сложная вещь. И если вы уже присматриваетесь к беспроводному, тихому ушному мониторингу, будьте готовы к тому, что не все звукорежиссеры умеют правильно работать с тихим ушным контролем. Это важно, потому что если есть какие-то частности, которые вам может простить громкий контроль, мониторы напольные, которые стоят громкие, то ушной мониторинг, он этого не прощает. С ушным мониторингом нужно уметь работать, нужно уметь собирать миксы, нужно уметь их эквализировать. Да, немножко, да, чуть-чуть причесывать, но все равно там важна эквализация, потому что это работает прям в ваш ушной канал, и вы все это просто прекрасно слышите. Так что, приходя на какую-то площадку, удостоверьтесь, что у звукорежиссера есть хотя бы какой-то опыт по работе с подобными комплектами. Возвращаясь к этому конкретно радиокомплекту, даже несмотря на все его минусы, а тут я имею в виду пластик приемника, да, он выполнен из пластика, который, скорее всего, у вас треснет, если вы случайно его уроните, даже несмотря на моноподключение и даже несмотря на частоты, на которых работает этот комплект, а он работает на частотах от 710 до 726 МГц. Мало того, что у вас всего 16 МГц, полоса достаточно узкая, так она находится еще в той части вот этих радиочастот, где живет очень-очень близко, очень близко живет 4G и 5G. Эти частоты не запрещены, на них можно прекрасно работать, но пройдет где-то годика два-три, сети развиваются-поразвиваются, и мне кажется, что вот с такими комплектами от 700 и выше в загруженном мегаполисе, где-то в центре, допустим, города вы просто не сможете нормально работать, они постоянно будут срываться. В каких-то сельских местностях, поселковых, ДК и так далее, возможно, прокатит. Но в городе это сделать будет просто невозможно, поэтому я всегда вам рекомендую выбирать что-то с частотами пониже. Это ссылка, кстати, на нашу серию роликов о радиочастотах, я там подробнее на эту тему рассуждал, и какие именно конкретно частоты выбирать при приценивании, при пристреливании на покупку нового радиокомплекта, об этом, обо всем есть в тех роликах, обязательно посмотрите, если вы сейчас задумываетесь о покупке чего-то подобного. Так вот, даже несмотря на все минусы, есть неоспоримый плюс, который вот эту штуку выделяет на фоне всего остального, на фоне, знаете, откровенного Китая, как я люблю говорить, когда вот есть Китай, небрендированный или какая-то подделка под именитый бренд, стоящая в три раза меньше, но по качеству намного хуже, чем даже это. Плюса два. Первое, это звучание. Оно звучит, оно действительно звучит, со стоковыми наушниками у меня не возникло никаких негативных позывов, когда я тестировал все это дело, с этим можно работать. И второй плюс, это ценник, это действительно бюджетный комплект. Это комплект, который позволит большому кругу лиц приобщиться к беспроводному ушному мониторингу, хотя бы для себя понять, что это такое. Поиграть пару концертов в ушных мониторах, мне кажется, это дорогого стоит. И знаете, хотя бы действительно понять, а стоит ли овчинка выделки, стоит ли игра свеч, стоит ли продолжать, стоит ли копить на какой-то дорогой комплект брендовый, немецкий или американский. Я тут делаю кавычки, надеюсь, вы понимаете, кого я имею в виду. Или понять, что это не ваше и просто продолжить играть на громком контроле. Но опять же, я от себя, как звукорежиссер, вам смело заявляю, что использование тихого контроля это признак фирмача. Это намного более тихая сцена, это намного меньше акустических обратных связей, это намного более чистый микс. Опять же, вы же будете звучать при этом намного лучше. Ну и естественно, если у вас звукорежиссер с прямыми руками работает на вашем мероприятии. Друзья, а у меня к вам вопрос. Использовали ли вы в своей практике комплекты тихого мониторинга? Проводного, беспроводного, на концертах я имею в виду, это неважно. Напишите в комментариях, ну, во-первых, что за комплект, во-вторых, опишите свой опыт, напишите, сколько времени вы использовали комплект. Были ли у вас, допустим, проблемы с переучиванием себя с мониторинга громкого на мониторинг через наушники? Потому что я знаю, что для многих это действительно проблема, особенно для исполнителей старой школы. Перейти на наушники бывает особенно сложно. Не забудьте отблагодарить нас лайком, не забудьте подписаться на канал, ведь я напоминаю, это давай запишем, и здесь мы с вами общаемся о Pro Audio. Ну и штатно напоминаю, что за мной лично вы можете следить в моих соцсетях, все ссылки прямо сейчас вы можете наблюдать у себя на экране. А я не прощаюсь, а говорю лишь до свидания, до встречи в следующем ролике. Как думаешь, сколько этот про властик проживет, вот просто при использовании? Первое падение. Первое падение и все. Ну он, он правда, он... Мне кажется, можно 1 января вместо огурца так... Ух и бодрит. Да! До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok